ребята всем привет сегодняшний наш обзор будет посвящен такой большущий коробки прибыла нас магазина gearbest и вот так вот довольно интересно открывается как молния об и внутри еще у нас кулек так убираем ножик скрываем не жалею кулечка и это настольная лампа от компании philips существует два цвета золотой и серебристый silver я выбрал silver и так 5 ватт лет и и какой-то номер 72 007 ну что упаковано philips и узнаете даже наклейки вот защитный philips philips и какая-то еще наклеечка коробка лампа у нас цветом диапазоне 4000 кельвинов 5 ватт к что же открываем дальше сделано в китае так аккуратно срезаем есть такое дело достаем тяжелая упаковка весит кило 600 сама лампа кило 200 проверяйте потому что внутри коробки могут находиться какие-то еще части и можно их случайно выкинуть китайцы любят прикрепить скотчем внутри там что-нибудь так ну вроде пусто так общая комплектация что у нас инструкция на английском китайском а и на русском ну принципе нормальный перевод я вам скажу так тут у нас тайский гарантийный талон какой-то еще какая-то гарантийная штука и способ подключения лампы инструкция такая для в картинках присутствует блок питания и к сожалению с китайской вилкой американской необходим будет переходник на 10 вольт и максимальная 0 5 ампера 6 ватт вот это он выдает на выходе ну и сама лампа что же достаем упакована достаточно она неплохо защищена я бы так сказал агрессивного воздействия почты и почтальонов нужно не бояться что она разобьется или сломать и наши почтальоны могут многое увесистая лампа снимаем защитного смотрите какая она длинная уже не помещается у меня в этот объектив и так что же она себя представляет нижняя часть довольно увесистая такая вот я подозреваю что мы разберем посмотрим кнопка включения выключения кнопка управления режимами всего лишь четыре то есть четыре уровня яркости ночник ком для компьютера там чтение газеты и там написание не знаю статей в нижней части у нас philips наклеечка и какой-то и уникальный номер на ножках расположились такие вот даже не резинки как бы их назвать а мягкая поролоновая такая штучка так выдает лампа 7 и 5 ватта и освещение вот что-то 9 на 0 55 ватта лет 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 ну и в принципе вот она здесь вот может сгибаться у нас на чуть больше чем на 90 градусов а здесь эта же шея у нас сгибается на 180 и плюс она еще может вращаться вокруг своей оси тоже получается на 180 градусов вот сама осветительная часть лампы как мы видим состоит из 1 2 8 9 светодиодов закрыта она такой вот пластиковый рефлектором ну и принципе больше ничего такого в ней и нет то есть она вокруг своей оси вот так вот как blitzwolf допустим она не вращается что еще сказать им по размерам ребят толщина на это алюминиевый сплав 10 очень красиво смотрится лампа то есть philips выгравирована на нижней части и вот толщина этого плавал нас что-то к 13 ну да где-то 13 миллиметров высота основания 26 миллиметров задней части что как для подключения питания лампы так что касается размеров то это 155 миллиметров на 152 на немножко укорочена сама высота лампа 435 миллиметров то есть вот от этой части до это и вот эта вот штучка у нас светящийся элемент 260 миллиметров но как мы видим принципе можем сделать лампу чуть ли не больше чем 70 70 сантиметров все так сложить вот так вот она принципе все соединения на винтиках но сейчас мы будем разбирать и смотреть чтобы разобрать нампу лампу нам необходимо подковырнуть эти вот ножки и под ними уже выкрутить винтики под каждой из четырех штучек у нас положен свой винтик необходимо выкрутить и сейчас вы будете удивлены нижняя часть это такая вот это не знаю какой-то склад металлический такой типа чугуна даже но вряд ли это чугун но очень тяжелый и потом вот такая вот малюсенькая платка два провода которые приходят с питания у нас и два провода у нас уходят на само сами лет лампы то есть всего лишь вот сенсорная панелька и контроллер обратите внимание в принципе часть где прикреплена лампа довольно больше толще и ну так сказать она усилена провод здесь чтоб не перебился он через такой змеевидная штучка то есть принципе крепление довольно надежно вес нижней части 835 грамм то есть лампа кило двести из них 830 грамм занимает вот нижняя часть весит вот эти вот винтики довольно длинные как вы видите их надо открутить два принципе они довольно легко откручивается принципе лампа полностью случае чего ремонта пригодна никаких сложностей с ее разборкой нет и вот так вот выглядит если открутить верхнюю часть вот поворотного от этого механизма провода действительно очень мало когда будете откручивать будьте осторожны чтобы его не сломать теперь нам необходимо снять вот эту вот заглушку кончика лампы и мы смотрим видите действительно алюминиевый профиль такой вот и сейчас мы попробуем разобрать главное не тянуть не потому что можно повредить пластик и пластмассу далее мы внутри здесь вот чем-то острым там ну допустим ножом нажимаем на пластиковую штучку и получается поддеваем нижнюю тут вот рефлектор тут находится два винтика которые соединяют пластик и алюминий вот я снял и теперь откручиваем два винтика как я говорил здесь 9 светодиодов установлено на такой вот пластинки которая подкреплена для лучшего теплоотвода к задней вот этой вот алюминиевой части для дальнейшая разборка без повреждений я так предполагаю что больше невозможно я открутил два винтика площадка со светодиодами у нас отошла от теплорассеивателя так сказать радиатора который является задняя часть лампы ну и сейчас я прикреплю обратно возможно если будет какой-то перегрев то надо будет разобрать промазать ее теплопроводящей пасты но я не думаю что филипсе у нас работают уж такие скупердяи что они ничего подобного не сделали посмотрим на нагрев в процессе работы то есть я собираю обратно и давайте посмотрим как она светит и так лампу мы подключили включение производится легким прикосновением к это вот центральной такой сенсорной кнопочки переключения режимов точно также последовательно нажимаем на сенсорную кнопочку раз два три четыре режима выключение длительное нажатие и давайте посмотрим видите режим она запоминает то есть выключим на третьем и включим точно также на третьем если у нас пропал свет лампа автоматически сама не включится это тоже принципе плюс но вот уже режим тогда собьется то есть для поддержания режима необходимо самостоятельно выключить либо включить на нужном нам режиме выбранный режим подсвечивается небольшим голубоватым светодиодиком который в принципе даже никак даже если ночник то даже никак не раздражает я бы так сказал верхнее покрытие лампы такой приятный софтащивый пластик пластик но с эффектом софтащить не сильно заметным и алюминий белый пластик то есть в принципе в таком серебристом цвете мне кажется она идеально смотрится нежели в золотом золотом ну не знаю может я просто его не очень люблю вот так вот светит наши светодиоды минимальный режим второй типа чтение и вот тут это самый яркий то есть светит они в принципе действительно в 4к цвете то есть не с таким ядовито белым а вот более теплым цветом то есть в принципе для глаз довольно приятно но смотреть на него практически невозможно он слепит и так очень слабая освещенность то есть читать в таком невозможно то есть ничего практически не видно камера просто немножко более светочувствительна так минимальный режим в принципе ну как даже как не то что ночник уже можно читать для работы за компьютером режим третий режим чтения то есть вот сейчас абсолютно нормально читать никаких проблем я не вижу это еще не самый максимальный но сам максимально затем не сильно отличается от третьего режима но все равно стало светлее то есть увидеть можно смело брать и читать книжку про каких-то пиратов морских вполне освещает стол и пространство вокруг полностью ну и соответственно можно регулировать наклон и поворачивать лампу как нам будет удобно так что ребят вот такая вот интересная лампа от известного бренда в принципе неплохо сделано абсолютно неплохо светит стильно смотрится да с этим я не могу не согласиться все-таки philips есть philips единственное чего не хватает по сравнению допустим с тем же blitzwolf который делают лампы я бы все-таки действительно сделал какую-то мини usb там usb для подзарядки мобильных телефонов там гаджетов потому что сейчас уже никакой наверное рабочий стол не обойдется без смартфона либо какого-то еще девайса который необходимо заряжать даже в принципе уже и у детей так что принципе лампу моя могу рекомендовать к покупке выполнена она качественно вопросов по ней у меня в принципе нет что ставьте лайки подписывайтесь не забывайте на канал всем пока пока